Уважаемые коллеги, я поприветствую на камеру. Здравствуйте! Мы с вами продолжаем лекции по гармоническому анализу. На прошлой лекции мы с вами доказали теорему Стоуна-Верстрасса для под алгебр функций со значениями Верн. Было такое, коллеги? Давайте сделаем следствие. Получим следствие. Это теорема Стоуна-Верстрасса для комплекснозначных функций. Итак, пусть у нас Х компактное метрическое пространство, А. Это под алгебра. Ну куда мне тут? Перейду. Алгебры непрерывных на Х функций со значениями ВС, удовлетворяющие следующим условиям. Первое. Под алгебра А разделяет точки. То есть для любых точек Х не равно У. У нас существует функция такая, что Ф от Х не равно Ф от У. под алгебра А нигде не вырождается. Для любой точки Х из Х большое найдется функция Ж из А такая, что Ж от Х не ноль. Но мы закончили на том, что обсудили, что этих двух условий недостаточно. Надо добавить что-то еще. И вот что-то еще. Это самосопряженность алгебры. А именно, если функция Ф лежит в А, то... Ну давайте... Вот такая функция лежит в А. Сопряженная функция. Это что означает? Вот у вас здесь выделим у Ф вещественную и мнимую части У плюс ИВ. То тогда вот эта функция это У минус ИВ. Договорились? Сопряженная. Так. Вот. Оказывается, этих условий достаточно для того, чтобы сказать, что алгебра А плотна в пространстве С и Х со значениями ФС. Вот здесь черта сверху над функцией это сопряжение, черта над множеством это замыкание множества. Все. Давайте сведем к теореме. Недаром написал следствие. Ну поехали. Доказательства. Ну какое доказательство? Рассмотрим. А, Р. Это множество всех функций из А со значениями В. Вещественно-значные функции из А. Не надо злоупотреблять, но напишу. Очевидно, что А, Р это алгебра. Алгебра над полем Р. Ну, понятное дело, что если я перемножу две вещественно-значные непрерывные функции, получу вещественно-значную непрерывную функцию, так? Корреки. Линейную комбинацию со значениями с константами ВР тоже получу. Значит, это алгебра, так? Ну давайте с вами посмотрим, покажем, что ее замыкание совпадает с С из ХВР, да? Со значениями В. Ну хорошо, как мне это сделать? Ну давайте пусть у меня функция Ф из А Ф выделю вещественные мимые части. Тогда что можно сказать, коллеги, про У и В? Как можно У записать? Так, правильно? А здесь давайте в силу условия 3 в силу условия 3 что я могу сказать, коллеги, что У и В где лежат? Ва. Да. Так же лежат Ва. А они теперь какие? Вещественнозначные. И значит У, В лежат Ва с индексом Р. Коллеги, давайте с вами посмотрим. Вот у меня есть пункты 1 и 2. Всем ли понятно, что они выполняются для элементов А с индексом Р? Ну, чего? Давайте с вами посмотрим. Почему? Если взял я две точки различные, тогда у меня найдется функция Ф из А, удовлетворяющая вот этим условиям. Так? Распишу-ка я. Ну, тогда у меня что? Не равны два числа комплексных. Ну, либо вещественная часть неравна, да? Либо мнимые части неравны, так? А значит хотя бы одна из У и В разделяет точки Х и У. Правильно, коллеги? Дальше. Если у меня Ж не обнулялось, комплексное число не равно нулю, значит у меня вещественная или мнимые части отлично от нуля, так? Хотя бы одна из частей. Ну, значит у меня ну что, есть функция из Р, которая не обнуляется на Х. Ну, давайте это запишем. Из пунктов 1 и 2 следует, что АР разделяет точки и нигде не обнуляется. По теореме Стоуна Верштрасса заключаем, что замыкание АС-Индекс МР совпадает вот с таким вот множеством. Ну, отлично. Давайте с вами закончим. Пусть у меня Ф функция вот отсюда. Выделю вещественную мнимую часть у этой функции. Тогда по доказанному у меня найдутся последовательности УН ВН сходящиеся к У и В соответственно по ценор. Правильно, коллеги? Так. Ну что? Положим положим ФН равное УН плюс И ВН Тогда ну что? Эта функция где лежит? В А, да? Так. И ну давайте я С-норму Ф и ФН оценю. Ну распишу вот это сюда Ф распишу по неравенству треугольника Правильно, коллеги? Вот. Ну что это у нас стремится к нулю с ростом n в правой части, да? Ну значит мы показали что по С-норме любой элемент из этого множества непрерывной функции со значением С-е что приближается последовательностью функции из А. Ну все это доказывает что замыкание А совпадает Ну что коллеги вот такое утверждение давайте двигаться дальше Это я лишнее записал Спасибо Коллеги давайте введем следующее понятие тесно связанное с теми вещами которые мы рассматривали Итак ПОСТ В это нормированное пространство Система его элементов да называется полной В если любой элемент из В с любой точностью приближается линейной комбинации элементов системы ЕК Давайте я это запишу Найдутся скаляры ну какие над полем К В рассматривается комплексные числа или вещественные числа тут соответствующие скаляры Итак что выполнено следующее вот у меня нормированное пространство есть функция норма ну и вот элемент Х приближается с точностью ЭПСЛОН линейной комбинации элементов я и поставлю дайте переформулируем замечание система не обязательно да это какие-то элементы да я записал так значит давайте система Е К полна В тогда и только тогда когда замыкание ее линейной оболочки ребята что являются элементами линейной оболочки этой системы все согласны что выражение такого вида получается что мы здесь имеем да ну линейную оболочку да линейное пространство ну а так вот это вот равенство неравенство что будет означать для любого ЭПСЛОН для любого Х совершенно верно совпадает с В да замыкание ее линейной оболочки совпадает я вот могу ответить по другому на ваш вопрос вы согласитесь я здесь могу считать элементы нулями да это можно считать что и подряд идут да коллеги все ли здесь понятно давайте вот рассмотрим ну ну очень важное утверждение ну я его как пример давайте рассмотрю пусть у меня П вот такое тогда тригонометрическая система а что это такое ну ее можно записать в вещественной форме а можно и в комплексной да форме пойдет полна лп от т ох замечательно ну что ребят идея очень простая давайте я пока стираю вам скажу идею что мы можем приблизить функцию из лп от непрерывной функции да можем это было на второй лекции да что мы там даже гладкими функциями приближали да функции из лп было такое а дальше что делаем а непрерывную функцию с равными значениями на концах что сделаем по первой теореме вейерстрасса приближаем тригонометрическим многочленом да тогда этот тригонометрический многочлен будет у нас приближать и нашу функцию давайте это вот реализуем этот план итак поехали доказательства пусть у меня зафиксирована функция из лп от т и я могу предположить что она вещественно значна иначе что мы комплекс назначенную отдельно приблизим вещественную часть отдельно в нем итак вещественная ну и зафиксирую эпсалон больше нуля и зафиксирую эпсалон больше нуля ну не помню уже какая теорема по доказанному множество непрерывных функций плотно плотно лп под минус пи пи поэтому найдется такая непрерывная функция функция что выполнено дайте f минус g по нерме меньше эпсалон ну вот проблема эта функция не обязана иметь равные значения на концах а у нас в теореме первой теореме вверх трасс это условие существенное так поэтому давайте подправим функцию g так чтобы недалеко изменив значение да здесь правой части мы получили функцию со значениями равными значениями до конца ну это легко сделать давайте рассмотрим функцию h давайте так для дельта из 0 пи рассмотрим функцию h ну уверен ребят что те кто делал домашнее задание там текстовая 3 внутри нужно было эти рассуждения провести так что я может быть здесь повторю вот у меня есть отрезок вот у меня какая-то функция g что я делаю я рассматриваю вот такую вот функцию h идет уважаемые коллеги так можно я не буду ее описывать надеюсь это понятно ну вот здесь просто у нас соединено прямыми линиями да отрезками кусочно линейное на вот этих вот интервальчиках дальше у нас совпадает g ну вот прошу вас в конспекте я это конечно напишу но сейчас не хочу трать время так вот ну давайте рассмотрим функцию как на рисунке так хорошо тогда тогда у нас h непрерывно и и выполнено вот это значит отметим что функция g как непрерывно на отрезке функции ограничено ну пусть все значения ограничены сверху константой положительной m вот следовательно давайте с вами посмотрим сильно ли отличаются p-нормы g и h ну что это такое по определению это вот по этой степени это все непрерывные функции могу писать интеграл риммана интеграл Лебега записал пойдет коллеги все хорошо но у нас есть вот такой интервальчик отрезочек на котором значения f и g совпадают так поэтому на самом деле здесь интегрирование ведется откуда от минус p до минус p плюс дельта и от p минус дельта до p до p ребят понятно g минус h d коллеги можно ли грубо вот здесь оценить значение ну вот представьте у меня функция либо положительная ну не отрицательная либо не положительная но в любом случае на этом промежутке что значение h по модулю не превосходит значение g правильно модуля g правильно и так и значит модуль h здесь не превосходит m правильно коллеги и так давайте с вами посмотрим значит я грубо оцениваю это m это m то тогда у меня что получается здесь в этой степени ребят тогда что у меня получается меньше либо равно 2m в степени p константа вынес остался интегральчик по отрезочкам ну от единички это длина отрезка так 2 дельта а теперь внимание вопрос но я же это здесь у меня полная свобода выбирать дельта скажите мне пожалуйста можно ли эту величину выбором дельта сделать меньше эпсилон эпсилон зафиксировано ну отлично давайте это запишем выберем дельта больше нуля так чтобы 2m p на 2 дельта было меньше эпсилон эпсилон давайте в степени p сейчас секунду и значит ну извлекая корень по этой степени беря да от левых парочтей степень 1 на p я получаю что у нас g h меньше эпсилон да миша смотрите по аддитивности разбиваю на три множества раз два три на вот этой вот у нас g и h совпадают поэтому здесь будет просто ноль но остаются два интеграла по боковинкам а здесь грубо оценил коллеги все ли здесь понятно все замечательно точку ставлю значит мы мало да вот у нас на сцене теперь уже итоговая h появилась да выбором дельта мы ее скорректировали так чтобы g минус h по p норме была меньше эпсилон так продолжаем разговор так по первой теореме Верштрасса у нас найдется тригонометрический многочлен такой что ну h минус t по c норме так меньше эпсилон так коллеги следовательно ну давайте c норма сильнее чем p норма поэтому давайте получим соответствующую оценку для p нормы тогда что здесь имеем поехали так h минус t p норма это у нас по определению такой вот интегральчик ну коллеги что здесь у нас если я вот эту величину здесь переменная если я ее заменю супремумом по всем t из отрезка 0,1 то я заведомо не уменьшу это правильно и значит вынося я что получу ну вот такую да ну в степени p c норма да вынесется и беру степень 1 на p но остается h минус t c норма так не видно да я не буду тогда здесь уже дописываю терпите так здесь что остается длина отрезка 2p в степени 1 на p правильно коллеги и так 2p в степени 1 на p ну что ребят нужно сделать собрать все воедино неравенство треугольника да ну пишем в итоге по неравенству треугольника напишите в итоге ну поехали ну что коллеги что у меня там есть f я хочу взять тригонометрический многочлен p норму оценить так тот тригонометрический многочлен который появился вот здесь и оцениваю так ну поехали g вставили g заменили мы на h и h в итоге связали с t ну и так давайте с вами смотреть что у нас здесь меньше epsilon так по условию g h еще одно epsilon так и дальше что у нас там получается ну вот этот да еще множитель на epsilon давайте я беру 2 плюс 2 pi в степени 1 на p на epsilon ну я уж тут красиво не получил но всем понятно что мы можем там поделить на соответствующую константу так чтобы в итоге там все у нас сократилось и стало epsilon в любом случае это величина ни от какой функции не зависит даже определяется номером p да числом p ну абсолютная константа все на epsilon epsilon сколько угодно мало все понятно уважаемые коллеги доказали радуемся радуемся так ну что переходим ко второй части да здесь мы с вами начинаем новый параграф совершенно небольшой но очень важный который призван объяснить так зачем мы с вами изучали это ряды фурье да отчасти почему они так естественно возникают да ну что запишите параграф не знаю какой там по номеру четвертый да судя по всему ряды фурье в пространствах со скалярным произведением ряды фурье в пространствах со скалярным произведением определение пусть в комплексно-векторное пространство то есть линейное пространство над полем с функция определяет которое паре элементов из в сопоставляет комплексное число удовлетворяющее следующим свойствам каким свойством ну давайте так я напишу называется скалярным произведением если она удовлетворяет следующим свойствам аксиома первое для каждого элемента х из в х на х вещественное число более того вещественное неотрицательное число более того оно равно нулю тогда и только тогда когда х нулевой вектор дайте скобки не буду коллеги пойдет все здесь понятно продолжаем эта функция линейна по первому аргументу для любых элементов альфа и бета из c и трех векторов из v выполнено альфа x плюс бета x штрих на y скалярно то есть альфа x y плюс бета скалярно x штрих на y третье свойство ну вот какое для любых x и y из v выполнено следующее вот я хочу симметричность получить но симметричность здесь вот в таком виде если вы меняете элементы то возникает сопряжение коллеги давайте с вами обсудим всем ли видно как у нас будет линейность в кавычках выглядеть по второму аргументу если я рассмотрю аддитивность вот заменю второй элемент y на там y1 плюс y2 то мы просто переставили сопряжение здесь разбили сопряжение суммы да есть сумма сопряженных дальше в каждом слогаем снова поменяли местами сопряжение уйдет то есть у нас аддитивность по второму аргументу присутствует а как же выглядит однородность как коэффициент выносится коэффициент выносится следующим образом он выносится с альфа с чертой да если я из второго аргумента хочу вытащить то мне сначала чтобы я из первого вытащил надо поменять возникнет сопряжение и выносится с коэффициентом понятно коллеги здесь все замечательно ну вот так давайте запишем пространство пространство В с фиксированным на на нем скалярным произведением называется ребят у вас в линейной алгебре как ну наверняка рассматривали вещественную со значениями вэр и пространство называлось евклидовым да был эрмитов да ну хорошо ну вот здесь я в традициях матана назову это предгильбертовым называется предгильбертовым ну давайте перед перерывом сделаем еще одно замечание замечание такое всякое предгильбертово пространство является нормированным относительно следующей функции порожденной скалярным произведением корень из x ребят все ли понятно что здесь написано ну давайте с вами посмотрим какими там свойствами да эта функция должна обладать чтобы я ее назвал нормой ну неотрицательности есть потом у нас равно нулю норма тогда и только тогда когда выполнено вот это первое свойство выполняется давайте как с константой здесь ведет что будет если я здесь на лямб там совершенно верно вот понятно почему нужна вот эта аксиома лямбда на лямбда сопряженная это есть квадрат модуля лямбда из-под квадратного корня вынес модуль лямбда возник как и надо все объяснил хорошо но осталось третье аксиома неравенство треугольника которое вытекает из неравенства Каши Буняковского Шварца так как у половины курса было а у кого не было это взгляните то доказательство которое мы предъявляли оно работает и для комплексного скалярного произведения поэтому давайте напишу так относительно вот такой вот функции в этом случае да случае неравенства треугольника следует из неравенства Каши Буняковского Шварца которое записывается как мы и привыкли без всяких изменений да ну что коллеги понятно давайте завершу примером пример первый пример ну давайте я элементами этого пространства являются нки состоящие из комплексных чисел давайте мы ведем на этих нках скалярное произведение самым что ни на есть хорошо известным способом компоненту х х ж я домножаю ну а теперь чтобы все это выполнялось на что должен на сопряженное да к у на сопряженное ну вот нетрудно проверить что все эти аксиомы выполняются вот такое у нас скалярное произведение получается ну что давайте ну кто там из домашнего задания у нас были еще пространство L P маленькое да где уже элементами являются последовательности да комплексных чисел так вот можно сказать что L2 также является ну вот по такому же правилу скалярное произведение можно определить где здесь уже рассматривается ряд ну давайте как упражнение мне важно следующее давайте даже я сюда его повыше выделю вот такой вот примерчик значит итак рассмотрим L2 от T вот две функции давайте их рассмотрим скалярное произведение через интеграл определим по отрезку от минус P до P проинтегрирую вот так ну давайте теперь все-таки прогоним схему чтобы убедиться что действительно это скалярное произведение так ну что уважаемые коллеги помогите мне а давайте начнем вот с чего верно ли что интеграл вообще у меня определен вот вообще число это или не число ну давайте так как ну наверное вот это мне надо рассмотреть и можно ли чем-нибудь здесь оценить супремум маловато да да что тут можно вот так записать нет пойдет так как у меня просто L F и G лежат в L2 от T то тогда у меня интегралы от модулей F в квадрате модулей G в квадрате конечно ну тогда эта функция у меня также интегрируема так ну измеримость F на G следует из того что F и G с чертой у меня измеримы да условия понятно коллеги так давайте так как то произведение интегрируем на все значит такой интегралчик возник у меня функции отсюда определены с точностью до множества меры 0 всем ли понятно что на классе функции будет значение интеграла давать одно и то же да то есть замены F на F и G на изменив на множество меры 0 я интеграл не изменю все хорошо значит как надо определено на элементах L2 давайте теперь прогоним выполнены ли свойства итак поехали ну неотрицательность есть у меня ну да действительно если я здесь G заменю на F то будет здесь модуль F квадрат хорошо так есть вот это свойство ну да модуль F в квадрате интегральчик от нее равен нулю тогда и только тогда когда F почти всюду 0 ну значит это нулевая функция как класс элемента L2 так значит первое выполнено так линейность надеюсь по первому аргументу всем ясна это вытекает из линейности интеграла Лебега так ну вот такая вот сопряженность тоже выполняется тоже выполняется да значит я могу ну если я меняю здесь меняю интеграл ну можно понять переходя к вещественной минимальной части что выполнено и вот это вот действительно это скалярное произведение итак ребят понятно что на самом деле да ну вот раз скалярное произведение появилось то можно говорить о длинах там векторов об углах сейчас мы ну в таком специальном случае это рассмотрим когда угол и пополам то есть ортогональный вектор ну давайте это после перерыва так перерыв так коллеги определение система ненулевых элементов е к называется ну элементов из в называется ортогональный а если скалярное произведение различных элементов из этой системы равно нуля коллеги обращаю ваше внимание что я в определении предполагаю что элементы ненулевые определение ортогональности ну что все понятно давайте пример рассмотрим тригонометрическая система описано в вещественной форме или в комплексной ортогонально ортогонально в l2 от t ну действительно это все ненулевые элементы l2 и давайте я скалярное произведение ну вот здесь рассмотрю от минус p до p и в степени и nx и mx посчитаем скалярное произведение что мне нужно сделать коллеги e e здесь m здесь ребят что мне здесь нужно дайте я запишу потом перепишу на сопряженное да правильно коллеги а это что такое ну с минус и возникнет значит в итоге вы перепишите у меня возникает вот такая вот что будет если у меня m не равно m ну здесь в точности здесь стоит какое-то целое неравное нулю и у меня функция тогда получается 2пи периодической ну интеграл тогда по периоду равен нулю значит здесь вот так ну а когда есть равенство давайте сразу посчитаем 2пи ребят давайте я уж для вот этих элементов не буду проверять ровно так же это все доказывается так ортогональность только вот здесь будет другое значение что еще раз так почему я пока да мы рассматриваем бесконечно мерное простанство да я наверное ну надо бы это как в преамбула ввести конечно имеет смысл рассматривать счетный набор да рассматривать бесконечно мерное пространство ровно ребят можно продолжу да все здесь пока ясно хорошо давайте определение определение дадим пусть ек это ортогональная система в бесконечно размерном предгильбертовом пространстве в и пусть икс элемент из в ребят то что я сейчас запишу хорошо известна у вас в размерностях 2 и 3 а именно давайте с вами рассмотрим вот такие вот числа что это такое проекции на орты е и т как проекции скалярное произведение на квадрат длины есть такое дело числа называются коэффициентами фурье элемента х по системе ек определил это понятие ну тогда можно из этих чисел составить ряд ряд вот такого вида пока формально ни о какой сходимости не говорим ряд называется рядом фурье элемента х по системе ек пишут х ему сопоставлен ряд фурье по системе ек тильду рисуют коллеги все ли понятно здесь хорошо давайте ну так объясним замечательность почему надо рассматривать именно такие ряды это у нас теорема 1 о минимальном свойстве коэффициентов фурье о минимальном свойстве коэффициентов фурье и так пусть у меня задана ортогональная система в предгильбертовом пространстве v и пусть фиксирован элемент x из v тогда я могу рассмотреть вот такое вот выражение здесь я пропущу сейчас посмотрите пожалуйста вот я должен сравнить так вот минимум по всем коэффициентам реализуются именно на коэффициентах фурье в этом их экстремальность все ли понятно то есть вот эта разность она наиболее экономная из всех таких разностей вот почему ряды фурье так важны да 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 ну что давайте это докажем ну кроме того напишите кроме того выполни да справедливо тождество без селя без селя что это такое значит ну вот если я сюда подставлю вместо cкат и коэффициент фурии то вот эта разность в квадрате запишется вот так кроме того справедливо тождество без селя потеряли ну что коллеги давайте докажем давайте докажем это утверждение доказательство довольно простое и естественное что вы должны здесь знать запомнить только одно ну как как здесь работают с нормами да очень легко записывают квадрат нормы через скалярное произведение х на х и дальше пользуются свойствами скалярного произведения ну давайте что мне нужно вот это вот ну давайте имеем пишу я а что имеем ну вот квадрат вот это вот выражение можно переписать так х минус и генатика ну и следите пожалуйста коллеги чтобы я что-то здесь не забыл раскрываю ну раскрываю ребят единственное на что хочу обратить внимание вы согласны что здесь индексы суммирования надо считать разными но чтобы я здесь когда перемножал это осознавал ну давайте я пока написал поехали что я получаю х на х х на х записал записал теперь что я здесь получаю ну давайте вот здесь вот запишу что я получаю вот это на вот это минус сумма к от единички до n от c к дальше е к на х ребят следите все хорошо продолжаю разговор теперь мне надо вот это х на вот эту сумму домножить помогите когда я х на сумму домножаю то мне хочется эту сумму за знак скалярного произведения вынести сумма выносится нормально а коэффициенты заменяются на сопряженные вот хорошо так значит здесь я пишу к от единички до n так ну что что тут будет цк сопряженные так х на ек коллеги пойдет плюс ну вот здоровая сумма это на это значит здесь будет к единички до n ну я здесь изменю на индекс на m чтобы было понятно так цк на цм ек на ем коллеги все ли понятно пока что происходит скажите мне пожалуйста ну давайте собирать все что-нибудь меня известно ну давайте вот здесь вот посмотрим система это ортогональная значит что у меня здесь остается ну это 0 при к неравном m так да сопряженная конечно а что тут какой да вот вот так да будет правильно да спасибо ребят всем вот это тут ясно что у меня суммирование на самом деле идет только по диагонали да при равных к ну отлично давайте собирать давайте собирать так вот это что такое в других обозначениях ну квадрат нормы так квадрат ну ой уже возникает что-то похожее так давайте двигаться дальше что будет если я вот здесь поменяю местами сопряжение да вылезет ну давайте я это запишу ck на x ek сопряжение так хорошо минус давайте там пока оставлю оставлю ck на x ek и что еще запишу ну и вот такой да k от единички до n ck на ck сопряженное ек на ек да вот здесь забыл да спасибо коллеги ну переписал а теперь вроде все естественно ну теперь давайте подгоняю под то что мне надо доказать вот тут вот такое выражение давайте его добавим и вычтем уже же подсказывает что мне надо получить ну давайте так значит к полученному да добавим и вычтем выражение да добавим и вычтем выражение какое ну вот такое ну что я получу правую левую часть перепишу не к обеим частям а в правой части да я вот добавляю вычитаю значит я записываю c k на е в степени k скобку закрыл в квадрате так ну поехали что у меня здесь есть вот это выражение есть переписал потом вычитаю вот это чтобы ничего не изменилось сюда ну и то что у меня записано а что у меня записано ребят скажите мне пожалуйста что будет если я поделю и домножу на е к в квадрате вот это выражение это же вещественное число понятно поэтому я под сопряжение могу это все запихивать его сопряжение совпадает с ним поэтому что у меня записано вот здесь правильно у меня записано минус k от единички до n c k x k так сопряжение правильно ребят на норму ек в квадрате есть такое ребят это вот эту записал да теперь продолжаем вот здесь писать так минус k от единички до n ck сопряженное на коэффициент фурье так сейчас какой модуль без модуля на норму ек в квадрате это я вот это записал теперь осталось еще плюс сумма k от единички до n ck на ck сопряженное это что модуль ck в квадрате так а это есть норма ек в квадрате коллеги пойдет все хорошо значит я переписываю переписываю а здесь я коллеги ну что выношу общий множитель какой вот такой вот общий под одну сумму k от единички до n ну здесь вот давайте с вами смотреть xk сопряжение в квадрате минус ck минус ck сопряжение на xk плюс ck в квадрате на норму ек в квадрате коллеги ну пожалуйста как вот это можно свернуть здесь я зря да расписал можно было оставить если я вот так вот оставлю и здесь точно так же ck на ck сопряженное то тут какая-то хорошая разность да вот какая вы подумайте а я запишу ну-ка ну-ка слушаю вас вот это все это у нас xk минус ck так да на ну на что да на xk с крышкой сопряжение так минус ck сопряжение скобку закрыл всем видно коллеги это на это дает вот такое да слагаемое это на это вот вижу это на это вот вижу и последний так вроде так пойдет в итоге в итоге что у меня получается ребят у меня получается вот такое вот вот такое вот выражение давайте я концовочку запишу так я тут пропустил да ребят пропустил квадрат квадрат так плюс ну что мы там про комплексное сопряжение знаем сопряжение для суммы есть сумма сопряженных да слагаемых ну значит я сопряжение сюда могу записать под общей чертой ну и тогда это выражение на сопряженное дает квадрат модуля так плюс ну поздравляю коллеги доказали а что доказали не услышал что я еще а на норму да 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 спасибо спасибо да ну уважаемые коллеги давайте пожинать плоды доказали почему потому что вот эта величина не отрицательная и равна нулю тогда и только тогда вот этот множитель не ноль а тогда и только тогда когда коэффициент фурии цикатая совпадает с коэффициентом фурии и так ну как имфимум достигается давайте минимум реализуется ну давайте минимум следовательно минимум достигается достигается при цк равных коэффициенту фурии да к от единички до n да все правильно ребята как получить тождество бесселя ну подставить да давайте какой-нибудь там 1 да это формула подставляя 1 цк равное xk получаем тождество бесселя ну все замечательно давайте давайте два следствия получим следствие 1 неравен 100 бесселя значит если ек ортогональная система в предгильбертовом пространстве в то для любого x из v выполнено выполнено что ребят ну вот ряд я запишу из модуль xk в квадрате не превосходит что вот такой ряд сходится и справедлива такая оценка ребят скажите все ли понятно ну давайте из из 1 что я имею ну вот это не отрицательная величина значит я пишу из 1 меньше либо равно чему ну помогите в квадрате в квадрате вроде с крышечкой да значит что я получаю x минус вот так это равно коллеги понятно ну а теперь скажите мне пожалуйста давайте я вот это уберу что вот здесь написано что частичные суммы ряда все равномерно ограничены константой норма x в квадрате тогда что я получаю если это ряд из неотрицательных слагаемых сходится и его сумма не превосходит m понятно коллеги все здесь ясно ну давайте уже не буду расписывать ребят вот взгляните понятно хорошо давайте еще одно следствие получим последнее утверждение значит ну опять если у нас ек к от единички бесконечности это ортогональная система в предгильбертовом пространстве АВ и х есть сумма сходящегося ряда то ребят я прошу где нибудь на полях запишите в каком смысле вот понимается вот это вот равенство ну что частичные суммы досходятся к x а как как это записать x минус частичная сумма так ck на ек что делает стремится к нулю с ростом n так вот что означает вот эта запись пойдет ну и заканчиваю скажите мне пожалуйста если x есть сумма сходящегося ряда то что это такое еще раз в вы знаете это для 3 и 2 из ангема тогда цикаты это как раз проекции на орты то есть коэффициенты фурье так ну а здесь мы с вами обобщаем циката равняется к скатам ну теперь вот для ряда для всех ребят понятно сейчас отпускаю но мы заканчиваем откуда это следует откуда это следует давайте мне нужно доказать импликацию из а следует б давайте из не б докажу не а что будет если у меня хотя бы один коэффициент если какой-нибудь коэффициент цм не равен м коэффициент фурье то при м больше либо равна м из один ну вот один у меня есть имею что вот что я здесь имею ну давайте вот эту вещь я перепишу и расходимся так x минус k до n ck еk норму закрыл в квадрате так поехали равно ну чему вот это у меня величина какая по знаку если у меня неравенство вот записано ну не отрицательное так вот хорошо а если я от этой суммы оставлю только одно слагаемое с м то у меня будет больше либо равно оставлю ну помогите ну с индексом м то получаю что x м минус c м правильно скобку закрыл вот согласитесь коллеги согласитесь что это у меня положительная величина отделимость от нуля номер m фиксированный значит этот ряд сходиться может или нет если начиная отсюда суммы не могут сколь угодно мало приближать x ну значит ряд расходится а он у меня сходился ну все доказал все ребят ну да конечно надо еще и ем да надо давайте я сейчас ем в квадрате да больше нуля да спасибо уже начал торопиться все спасибо спасибо